Всем здравствуйте. Меня зовут Евгений. Тема моего доклада это enterprise разработка и примеры взаимодействия с крупными заказчиками. Маркетологи со мной не сильно поработали, поэтому никакой рекламы не будет. Кто хочет, заходите на сайт и смотрите сами. Я на данный момент являюсь проектным менеджером компании Rubius. До этого я поработал в том числе и со стороны заказчика, работал обычным слесарем на заводе. Также я был тестером, был разработчиком. Сейчас я занимаюсь в основном этим. План на ваши ближайшие 20 минут. Я надеюсь 20 минут. Мы будем говорить об enterprise. Это не корабль из звездного пути. Мы говорим о корпорациях, о разработке различного софта для них. Мы будем говорить в первую очередь о бюрократии, о проблемах забюрократизированных процессов. И также как нам постепенно из этих проблем вылезать или минимизировать риски, минимизировать наши трудозатраты. Собственно это бюрократия, коммуникация, документация, ECI, continuous integration. Что такое enterprise разработка? Я думаю здесь как минимум большинство зала хоть так с одной или с другой стороны участвовало, скажем так, в enterprise. Залезло, понимает, что там legacy, устаревшие технологии. На самом деле все это неправда. Где-то может быть устаревшие технологии, где-то может быть это legacy, а где-то это вполне себе новые системы, новые технологии. Пожалуйста, разрабатывайте, занимайтесь. Все зависит в основном от вас и от степени договоренности с заказчиком. Ну и от, соответственно, технических средств вашего заказчика. В некоторых случаях вы можете являться самостоятельным. То есть вы крупная компания, у вас достаточно большое количество человек. Вы пилите свой продукт, он предназначен для интерпрайза. Все хорошо, вы сами вольны себе выбирать технологии и продолжать. Если у заказчика стоит старенький SQL 2005, ну никуда вы от этого не денетесь. Будете писать под него. Итак, соответственно, какая еще проблема, исходя из интерпрайза? Ну какие они могут бюрократизовать? Вот, собственно, типичная проблема. Это примерно два года разработки под один проект. Это не документация пользовательская, никакая. Это просто тендера, договоры, различные переписки с юристами и не более того. Вот примерно такие объемы происходят, я бы сказал, с не слишком крупными заказчиками. Примерно у которых по 1000-2000 человек в работе. Ну и с нашей стороны приходится подключать юротдел, которого у нас нет. Собственно, про типичную иерархию в корпорациях я рассказывать не буду. Покажу сразу вот этот слайд, почему она не работает. Случаются такие случаи. Вы заходите в корпорацию с каким-то своим продуктом или говорите, а давайте мы вам разработаем тендер и начинаете договариваться. Вы договаривались с одним человеком, с другим. И вроде бы как бы почти все подписали, но тут вступает третий сил или силовой партнер, который все решает и проект не получается. Что нужно понимать? Несмотря на иерархическую структуру, не всегда получится договориться с конкретным главным инженером или с начальником производства. Вам придется договариваться со всеми людьми, в том числе со специалистами. И самое важное, что я бы хотел донести, это то, что нужно, необходимо вообще в принципе разговаривать с вашим заказчиком. Как можно больше, как можно чаще и как можно правильнее. В деф-компании иерархия выглядит примерно таким способом. Ну, я сейчас говорю о людях, которых там до 150 человек в компании. Есть тестер, есть условный любитель даркстайла, Project Manager, QA Elite, QA и разработчики. Они все примерно расположены на одной ступени иерархии. Она, конечно, есть структурированность, условно директор. Но я могу подойти к своему директору и сказать, а может быть соберемся и сходим на этой недельке в баньку. Боюсь, в каком-нибудь условном Газпроме какой-нибудь простой разработчик или простой специалист или инженер не сможет подойти к генеральному директору и сказать, а может быть мы сможем на этой неделе сходить в баньку. Итак, к чему я это все веду? Я веду к тому, что забюрократизированность процесса, то есть большое количество объемов документов, подписей от различных начальников, то есть мы говорим не только о вертикальной иерархии, но и о горизонтальной, требует нам развивать навыки коммуникации. Под навыками коммуникации я подразумеваю не только умение находить компромиссы, там вин-вин и все так далее, но вам нужно соблюдать выдержку, вам нужно соблюдать регламент при общении с заказчиком, а также, кроме всего прочего, вам нужно постоянно вести нотации на понятном языке. Понятным не только вам, не только технически, но понятным и всем, грубо говоря, представителям заказчика, ну и исполнителя тоже, потому что ваш договор, ваши протоколы будут читать не только вы. У меня был случай, сидел я, разработчик, а со стороны заказчика сидела по специалисту от службы IT, от службы, грубо говоря, производства и по начальнику их. Мы обсуждали какую-то небольшую фичу, она там была очень маленькая, часов на 300. И свелись к тому, что начальник производства, оказывается, раньше работал в софтверной компании. Наш разработчик это взял в оборот, быстренько за 15 минут обсудили, расписали все на классов, написали пару скриптов, все радостные и довольные, скинули это мне. И я понимаю, что я это не подпишу. То есть протокол из этого никакой не получится. Что в итоге, какое решение мы приняли? Пришлось все это переписывать на понятный язык, чтобы все подписались, все расписались. Помимо этих начальников еще пяток. Ну это обычное дело. И что в итоге получилось? Это решение не заработало. А не заработало оно по простой причине. В головах одно, на деле другое. У нас есть различные технологии, где-то они устарели, где-то у нас архитектура не позволяет выполнить такие решения. Что мы в итоге имеем, что не работает. Самое правильное, я бы хотел сказать, что во всех обсуждениях всегда старайтесь записывать не решения, а именно бизнес-процессы и задачи, которые вы хотите принять. Вот есть вам задача, ее и решайте. Не нужно прописывать сразу же решение. Дальше мы поговорим о некой, скажем так, пространственной модели жизненного цикла ПО. То есть чаще всего мы выбираем каскадную модель в том плане, что у нас есть тендер. Мы вырабатываем требования, вырабатываем требования, анализ, проектирование, кодирование. Заказчик говорит, нам вот это все не надо. Давайте сразу вы нам покодируйте и в эксплуатацию пустим. Вот эти два проекта выберем, а все остальное нам не нужно. В чем заключается на самом деле самая важная проблема? Самая важная проблема заключается в том, что везде присутствует документация. Абсолютно везде. На каждом этапе. Спецификация, ТЗ, желание-пожелание. Как мы будем это кодировать? Даже в момент разработки мы пишем комментарии, мы пишем какие-то технологические решения, которые мы приняли, и которые нам помогут в принципе потом сопровождать эту систему. Тестеры пишут приемочные испытания, пишут тестовые случаи, и также, конечно же, пользовательские и документации администратора. К чему я это все веду? Вот если не будет начального этапа, то написать приемку, написать тестовые случаи, и в целом протестировать эту программу будет невозможно. Это все превратится в такой процесс, что тестер подходит к разработчику, а как это работает? И он ему расскажет, как оно работает. Конечно же, вы потратите дополнительное время и все такое прочее, но он расскажет это, как он это понимает. А мы сдаем продукт заказчику, и мы должны делать так, как он этого хочет, а не так, как мы этого понимаем. Я расскажу один простой пример. У нас был опыт работы, скажем так, с компанией, которая продает там один продукт, и продает она с помощью железных дорог. До этого мы с ними работали, она все переливала в цистерны, все было отлично. Потом появилась некая сущность, называется она танк-контейнер. Мы, ребята, веселые, мы загуглили, посмотрели, что это такое. Танк-контейнер, отлично, все. Мы восприняли это так. Танк-контейнер — это две цистерны на некой одной штуке, которая едет. Все хорошо, начали по этому принципу разрабатывать. Когда же мы пришли к тому, что мы не понимаем общей терминологии, оказалось, что танк-контейнер — это как раз таки и есть та самая одна маленькая цистерна, на ней, а не две сразу. И архитектура всего проекта полетела, ну, мягко говоря, к часам. Стоило это нам, благо, это было на начальном этапе, две недели. Вот такое маленькое несоответствие. Так как я сказал уже немножечко, интересно, почему она не заработала. Может посмотреть. Нет, нет, нет. Ладно, расскажу так. Почему-то проценты не отображаются. Очень интересно. Разберемся чуть позже. Расскажу про проектик. Пять лет — примерно 20 тысяч часов разработки. В целом здесь, если смотреть на категории, то у нас здесь есть коммуникация. Это красный треугольничек. Документация — это синий треугольничек. Разработка зеленый. И тестирование и DevOps — это фиолетовый. Ну, наверное, фиолетовый. Как мы видим, примерно 30% заняли коммуникации. 26% заняли документации. 24% заняло, соответственно, непосредственно кодирование. И только 20% заняло тестирование и DevOps. Это на самом деле не по важности того, чего нужно. Но тестирование и DevOps — это, в принципе, очень сильно экономит время. Но в целом, самое большее количество времени отъело именно коммуникации и именно документации. И это один из наших самых довольных заказчиков. Какая же польза документации? КАМАЗа устойчивость, внедрение общей терминологии и, в принципе, возможность тестирования. Про возможность тестирования я уже говорил. Общая терминология. А также отметил с общим примером. А КАМАЗа устойчивость — это простой случай. Вышел человек на больничный. Декрет. Не суть важна. То есть куда-то он пропал. В этом конкретном примере его задавил КАМАЗ. Вы садите на него другого разработчика, другого вообще человека, тестера, который примерно обладает тем же стеком технологий. У вас есть документация. Пожалуйста. Он ее прочитал. Он готов работать. У вас все задокументировано, где он остановился, куда он идет. Соответственно, проблем конкретных таких технологических или очень сложных инфраструктурных у вас не будет. Поэтому всегда документируйте все. Перейдем к архитектуре. То есть если мы говорим о том, что документация нам способствует как уменьшению… Правильное ведение документации способствует уменьшению проблем с разработкой, то правильная архитектура еще больше помогает нам уменьшать наши трудозатраты. Итак, первый год разработки контор-информационной системы. Есть небольшая БД, две службы. Говорим мы сейчас о нефтедобывающей компании, благо их в Томске и в принципе в Сибири много. Служба вносит данные, они как-то обрабатываются, рассчитываются. В вебе, пожалуйста, посмотрели отчетики. Отчетики смотрят руководители, сами специалисты служб. И работают уже конкретно с этими документами. Все чисто, понятно, легко. Второй год. В принципе, тоже ничего сложного. У нас немножко увеличилось по отчетам. Служба бурения стала под службой добычи нефти. И добавилась служба, которая смотрит вообще за охраной труда. И постепенно все это обрабатывает. Прошло еще несколько лет. И получилось как-то вот так. То есть у нас есть базовый функционал, который был изначально. Вот он, пожалуйста, куда-то ушел в сторону вниз. Вспомогательный функционал, который требуется большому количеству людей, он разросся. Его все активно пользуют. И он уже постепенно становится именно базовым функционалом. Добавилось огромное количество сайта интеграции с другими информационными системами, которые есть на предприятии. с бизнес-системами, с системами финансирования. Мы оттуда берем данные по пользователям, по договорам, которые там происходят. Ну то есть в целом. У нас бывали случаи, когда мы пережили несколько информационных систем на предприятии, когда они сначала использовали одну, мы оттуда получали данные, потом другую, третью. А бывали случаи, когда один из начальников переходил по горизонтали между отделами. И за ним вот его система так же ходила. То есть мы сначала интегрировались с ним, получали данные по договорам оттуда. Потом он ушел из другой системы, вернулся опять из прошлой. Собственно он так сделал три раза. Это было достаточно весело. Также есть данные о СОТП. То есть если мы говорим про предприятия, которые являются заводами, у них существует множество датчиков, их нужно как-то обрабатывать, смотреть. И конечно же существует какой-то блок, который никто не помнит, зачем он нужен. Никто не хочет его поддерживать. И в целом это как бы иногда случается. Нет в этом ничего плохого. Итак, критерии красивой архитектуры. Кто на них посмотрит, может сразу вспомнить о Solid. Кто не знает, что такое Solid, пожалуйста, погуглите, почитайте. Это очень правильно. Но в целом, что такое красивая архитектура? Красивая архитектура предполагает то, что она эффективна. То есть в первую очередь работоспособна. Мы говорим о том, что вся архитектура, сколько раз я сказал архитектура, нацелена на то, чтобы решать проблемы. Бизнес-задача должна выполняться и выполняться хорошо. В дальнейшем, как бы, архитектура позволяет нам гибко подходить и решать какие-то проблемы. Она должна быть масштабируема. Это тоже нужно закладывать на начальных стадиях. Тестируемость, понятно, как бы здесь вопросов не обсуждается. Сопровождаемость, это, ну, если расшифровать, это у вас должен быть читабельный код. Пишите код-стайлы, используйте их, работайте над собой и так далее. Ну, и переиспользование. То есть, ваш модуль, который вы написали когда-то там, в 2008 году, вполне может быть переиспользован в 2017. Кто-то, может быть, даже будет плеваться и, скорее всего, так и будет. но это тоже нормально, потому что каждый год, если смотреть на свой прошлый код, он будет не очень. Итак, про архитектуру мы поговорили, перейдем к continuous integration. То есть, изначально я говорил, то, что вся цель как бы решения проблем с бюрократизацией, это уменьшение ваших трудозатрат и ваших рисков, которые вы можете понести при разработке. Continuous integration позволяет делать те вещи и уменьшать на столько время. То есть, вот условно, разработчик что-то кодит. Кодит, кодит, коммитит. Сбилдилась, не сбилдилась. Если не сбилдилась, никакие дальше вещи не выполняются, ему обратно приходит фидбэк. Он сразу об этом знает. Он знает о существующих проблемах. Почему я сейчас говорю о том, что он знает, мол, о чем он перед коммитом не мог сбилдить, что ли. Только вся проблема в том, что он не один. Таких трое, пятеро, десять человек. И, соответственно, кто-то уже вне свой кусок кода. И на момент коммита человек не знает окончательной версии, скажем так, продукта. Поэтому билд-сервера ему в этом помогают. Они запускают тесты и дают ему фидбэк. Ну, фидбэк они могут не давать в том случае, если билд successful. Также мы проговорим про диплой. В данном случае я разделил на… выделил только тест-энвайромент. Чаще всего это стейдж и как бы боевая среда. Но в нашем случае такие, скажем так, кейсы достаточно редки. Поэтому все сначала билдится в нашей тестовой среде и оформляется пакет для передачи. Пакет для передачи, включая там версионность, какую-то специальную обработку, втыкиваются туда понятные только заказчику вещи, описание работ, которые мы выполнили. То есть, если мы перейдем к следующему слайду, то для разработчика в Slack либо на почту приходит состояние билда, а для заказчика мы предоставляем информацию о релизе. Например, Вася Пупкин закоммитил то-то, то-то, выполнились такие-то, такие-то, такие-то задачи за такое-то, такое-то время. Пожалуйста, оплатите нам столько-то денег. Раньше на это уходило если от полутора до двух с половиной часов, чтобы все это собрать в зависимости от величины релиза, то сейчас на это уходит собственно два-три клика. Используем мы в большей степени TFS, также у нас есть TeamCity, ну и в целом как бы тоже совет такой, если вы продумываете о каком-то будущем своем проекте, который еще не начался и вы еще не знакомы с Continuous Integration, тоже советую вам с ним ознакомиться. Перейдем к выводам. Первый вопрос, правда, что Enterprise это устаревшие технологии? В самом начале я на него уже немножечко ответил. Нет, Enterprise это не только и не столько устаревшие технологии, это не только Legacy, все зависит от заказчика. У нас есть заказчики, которые мы работаем исключительно на их оборудовании, есть заказчики, которые мы сами предлагаем технологии, их используем и, пожалуйста, если говорить, например, вот 7 лет назад мы приходили в компанию со своим, скажем так, решением и на тот момент у нас был новый свеженький допев, новый свеженький SQL 2008. Собственно, если говорить о поддержке, то до сих пор все так и осталось, а где-то это все развивается и мы используем последние технологии. Нужно ли вообще связываться с крупными заказчиками? То есть, если мы говорим о том, что у нас много проблем, там нужно заводить каких-нибудь юристов на фрилансе, то есть, если у вас их как бы нету, то нужно ли вообще с ними связываться? И да, и нет. Все зависит от конкретного заказчика. Нужно всегда разговаривать с ним и понимать, что он хочет. Может быть, у вас недостаточно компетенции для работы с ним. Я сейчас не говорю про технологические компетенции. Может, вы просто не понимаете, как вытянуть из него информацию. То есть, аналитических компетенций не хватает. Он говорит одно, вы понимаете по-своему. В итоге вы друг друга не поняли и у вас что-то не работает. Что нужно делать, чтобы ничего не ломалось? Это на самом деле самый такой интересный вопрос. Я слышал, что на платных семинарах уже давным-давно изобрели серебряные пули, которые решают все проблемы. Но, если честно, я их ни разу не видел. Я боюсь, что у вас, как и у нас, всегда когда-нибудь что-нибудь сломается. Главное, не то, что оно сломалось, а то, сможете ли вы это исправить. И какую методологию инструменты выбрать? На самом деле все зависит опять же от договоренности. В некоторых случаях вы вообще не являетесь каким-то, я не знаю, тем человеком, который может что-то выбирать. Вот, пожалуйста, у вас есть то, то, то. И использовать вы можете только это. И никуда от этого не деться. Где-то, в некоторых случаях, особенно, если это какой-нибудь постгресс, особенно, если это какие-нибудь бесплатные опенсорсные предложения, вы можете их предлагать. И заказчик может согласиться. Я сейчас говорю и не только о коммерческих организациях крупных, таких как сотовый оператор. Я сейчас говорю также и государственных службах. Для них сейчас импортозамещение очень интересная тема. И, соответственно, самое главное, это правильно подойти к изменению. Вы можете сказать, мол, ребята, давайте пилить на постгресс. Они скажут, давайте, но денег у нас нет. Соответственно, если говорить о тех проектах, которые вообще у нас были, условно, самый молодой недавно отметился юбилеем в тысячу, ой, в тысячу говорю, в один миллиард записей в одной таблице. Это не считая логов. Это самый молодой наш проект, который был из интерпрайз-сектора. Если говорить о крупных, самый крупный по базам данных, у нас это, скажем так, один оператор, и у него порядка, ну, больше десяти терабайт в оперативной воздушке Oracle база. И, соответственно, объемы там и количество запросов огромные. Браться за такие проекты тяжело, сложно и страшно. Ну и, собственно, время у меня кончается. И на этом у меня кончается презентация. Всем спасибо за внимание. Ваши вопросы? Да. Продолжение следует... Продолжение следует... Да, я в любом случае могу правду говорить. Здесь как бы проблем с этим нет. Достаточно все просто. Если мы говорим о 30% коммуникации, то в любом случае разработчики в ней участвуют. Но примерно половину из них это время менеджера. То есть на многих проектах, не на всех, повторюсь, на многих проектах у нас есть одна или две входных точки с заказчиком. То есть общаемся мы либо через непосредственный query, либо непосредственно через менеджера с заказчиками. Соответственно многие вопросы именно понимания не технологические, они вот на этой стадии решаются. То есть QA не знает, как там правильно кодить. Он будет спрашивать конкретные вопросы о том, как вообще это сделать, для чего оно, его какие-то цели. И соответственно больше половины именно тратится время QA или менеджера. Но разработчикам тоже приходится участвовать. Ну, по моим меркам, если мы говорим про интерпрайс именно сектор, это от 5 до 10 процентов времени уходит на коммуникации и документацию. Продолжение следует... Я сразу отмечу, что этот слайд был не про вашу компанию. Собственно, на самом деле, если говорить про конкретный опыт, то здесь в данном конкретном случае сопровождаемость она может быть поддерживаема. В основном и в целом все упирается как обычно в ресурсы, которые мы можем тратить на этот продукт. Если ресурсов не хватает, то есть внутренних или внешних, то есть внутренние я понимаю под ресурсами исполнителя, когда у него просто не хватает людей, чтобы поддерживать, и под внешними я подразумеваю финансовую подпитку, то в этом случае проект постепенно либо закрывается, либо переходит в какую-то долгоиграющую стадию. Если говорить... Можно, пожалуйста, вернуть слайд? Ух, да. Ниже, ниже, ниже. Там будет такой... Пузырьки. Да, да, да. Собственно, если говорить про конкретно вот эту систему, можно просто в маленьком, то эта система продолжает развиваться, и я на самом деле не вижу конца и края для нее, потому что заказчик адекватно подходит к этому вспомогательному функционалу, не хочет он помнить, зачем это нужно, и мы с ним нашли конкретный общий язык по этим задачам. И пилим вот эти, скажем, новые фичи не так, что вот вам условно полтора года вам нужно сделать вот такой объем. Мы подходим итеративно небольшими деталями по таймон материал, здесь все хорошо. Соответственно, в целом, как бы, если говорить про конкретный ответ, если мы подходим уже к такому состоянию, когда уже не совсем понятна перспектива, то нужно сесть, разобраться и понять основные причины и проблемы, то есть между заказчиком-исполнителем и перейти уже конкретным решением. Чаще всего мы работаем достаточно долго и у нас могут возникнуть какие-то личные конфликты, могут возникнуть в период этого времени какие-то понимания, что вот дальше это будет слишком дорого, а другая сторона это может не понять. И все эти проблемы нужно решить, снять, ну то есть это опять же решается исключительно обсуждением. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok